Тверь принимала второй этап зонального соревнования первенства России по шорт-треку среди младшего и детского возрастов. Шорт-трек начал развиваться в Советском Союзе с 1985 года. То есть это не молодой вид спорта на самом деле для России. Просто раньше ему не уделялось должное внимание и в связи с этим он не так широко известен для граждан нашей страны. Но это очень динамичный, зрелищный вид спорта, который по нокау страстей стоит на одном из первых мест среди других видов спорта. Старты прошли не в привычном для тверских шорт-трековиков спорткомплексе «Орбита», а на главной арене Дворца спорта юбилейный. По словам председателя областного комитета по физической культуре и спорту Владислава Павлова, проведение таких состязаний очень значимо для региона. Должен сказать, что мы на этом не остановились. Это мероприятие второе, но не последнее. Уже сейчас есть договоренность и мы, скажем так, победили в конкурсе на участие в проведении в Тверской области спорта-киады в феврале 2013 года. То есть к нам приедет порядка 300 детей со всей России, именно лучших этих возрастов маленьких. И мы будем здесь осуществлять отбор уже на более высокие соревнования. Но прежде всего, почему нам дают? Потому что видят, что есть поступательное движение развития. Что под этим мы понимаем? Мы пригласили трех тренеров. Правительство Тверской области выделило им квартиры для проживания и хорошая работа здесь. У нас появились первые результаты. В конце ноября в городе Коломна Московской области будут проводиться отборочные соревнования спортсменов на 11-й зимний европейский юношеский олимпийский фестиваль. От России будет, Российскую федерацию будут представлять четыре спортсмена. Две девочки и два мальчика. Так вот, в этих соревнованиях отборочных примут участие три спортсмена из Тверской области. Вот это хороший спортивный результат. В число самых результативных и перспективных спортсменов Тверской области входят в первую очередь Алена Шугарова, Екатерина Перевезенцева и Даниил Ейбох. Совсем недавно Даниил завоевал медаль в своей возрастной категории на втором этапе зональных соревнований по шорт-треку. Успешно выступил на соревнованиях в Коломне. Третье место на 500 метров занял. На полтора тысячи метров мне не хватило. Четыре десятых до мастера спорта. Досадно, обидно очень было. Ну ничего, сезон впереди. Еще в планах это есть. Выполнить мастера спорта. Ейбох, как более опытный спортсмен, выразил мнение по поводу подрастающего поколения. Он считает, что тверские девчонки и мальчишки с большой охотой занимаются шорт-треком. И с таким рвением им не придется долго ждать хороших результатов. В этот раз демонстрировать свои способности хозяевам соревнований пришлось в условиях жесткой конкуренции. На второй этап первенства страны приехало более 150 бегунов из шести областей Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Команды защищали честь Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Московской и Смоленской областей. Мальчишки и девчонки детского и младшего возраста появляли сильнейших в эстафетных гонках и в многоборье. Наши дети выступают очень успешно, потому что на первом этапе, который прошел в Санкт-Петербурге, у нас даже были в призах дети. Сейчас в младшем возрасте немножко не удалось, но сейчас будет детский возраст соревноваться и мы, я думаю, покажем себя. У нас еще беда в том, что был Андрей Грозин, который в Санкт-Петербурге в призы входил, а недавно на тренировках, месяц назад, он немного ногу повредил. И из-за этого он сейчас на втором этапе не участвует. На домашнем льду тверские бегуны умудрились собрать отличный урожай. В многоборье среди девочек детского возраста Полина Иванова завоевала награду высшей пробы. Среди мальчиков 9-11 лет не подвели взявший серебро Ярослав Заикин и добежавший до бронзы Александр Игнатьев. В эстафетах среди спортсменов детского возраста тверские мальчишки выиграли золото, а девчонки и золото, и серебро. В эстафете среди участников младшего возраста хозяева льда порадовали наставников вторым местом. Третий этап первенства страны стартует 10 декабря в Коломне. По результатам участия в трех этапах лучшие спортсмены попадут в Южкар-Алу на финальные состязания, запланированные на февраль 2013 года. К сожалению, мы, наверное, к Олимпиаде не успеваем, нам не хватает буквально года. Но думаем, что через 2-3 года наши ребята будут не только на российских соревнованиях участвовать и побеждать, но и на международных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok